всем привет в общем сегодня маленькое видео о моих покупках так скажем может быть кто-то заглянет в будущие ролики которые я может быть сниму по крайней мере я не вижу смысла в этом конечно но мало ли вдруг потому что в последнее время вот например про преобразователь ржавчины с цинком вот про этот начали меня очень много спрашивать многие то которые смотрят только современные ролики дате которую последняя снимаю только про это в курсе но я-то в курсе про все ролики вот этот ролик который был с преобразователем цинка заслужил так скажем очень хорошую популярность и народ спрашивает да ну нафиг типа в блеск превращает и еще что-то там короче в этом году он 80 рублей стоит я не помню сколько тогда я покупал но 80 рублей стоит вот купил себе силикон самый дешманский это все самое дешманское то ребят не реклама кому интересно в принципе в новосибирске где купить вот именно этого производителя я магазин могу сказать на официальном сайте этого магазина к сожалению нет у меня рядом с домом все что рядом с домом у меня получается оптовый магазин где я могу дешево это все приобрести поэтому это не реклама опять же это я приобретаю рядом с домом в общем взял такой же как в прошлом видео преобразователь для тех кто не знает где купить да блин в бейте вы вот это вот руштинатор блин капец и все будет преобразователь сжавчины с цинком то есть их вообще много видов есть если кому интересно я могу съездить по другим магазинам посмотреть тоже с цинком вообще у нас есть магазин такой я там когда занимаюсь лакокрасочными работами там продается все вообще но он находится достаточно удаленном месте его переносили не один раз но там вообще все есть и у них там всякие разные были я брал помню до этого не такой то есть до того года я брал совершенно другого цвета другого производителя и точно такой же эффект я не знаю почему народ как бы говорит что я такого эффекта не видел ну вот это вот смазка силиконовая тоже надо и машину немножко обработать я не знаю 120 рублей вроде стоит и мопед мне надо мой обработать потому что хрустит он весь вообще жесть слышите до звуки в дэшка вообще дорогая но она мне тоже нужно взял вот такую шнягу я ребят не знаю сколько она стоит вообще ни о чем там вот я не знаю на донышке как эта фраза да вот где звездочки видите вот где тут посюда наверное есть этой в дэшке все остальное пустота жесть самое дешманское что я взял я не знаю сколько стоит тоже в районе 100 рублей стоп если это было триста восемьдесят триста или триста шестьдесят соответственно это 80 это 120 200 нифига себе ну вот представьте сколько вы дэшка из этой суммы стоит ну и по посылочкам долгожданные резера мне пришли вы представьте у нас резера вот такие вот синенькие самые лучшие резера с которыми работал это ревизия 5s плохо видно 5s и вот короче эти резера ним у меня вообще претензий никаких нет они широкие удобные я не знаю там дети какие-то всякую фигню рассказывают что шестые круче и там восьмые девятые круче все это фигня надо брать те которые удобнее про вот тоже никакой роли не играет главное качественный чтобы вот эти вот провода molex или как они называются были да ладно пришли не вот такой вот громадный шампакете то есть они считаю вот досюда были два штучки пришло из кучи того что я ждал и вторая посылка пришла вы не поверите вот это у нас городе вообще не достать даже в радио магазинах я спрашивал жесть они нафиг никому не нужны как-нибудь одной рукой выпущу вот я заказал их сразу два короче этот джек джек три с половиной дюйма тоже для подключения связи там оборудование мне эти кабели нужны паять самому дорого потому что кабель такой вот такие разъемчики и провод акустический блин стоит дороже чем в китае купить блин я говорю дожили пакетики взял два штуки если не ошибаюсь это около метра недостаточно короткий но мне нужны провод здесь нормально идет у меня вот то что на колонках например от элленберга кто такое знает не такое уж и дорогое так скажем оборудование было в свое время там тысячу рублей стою 21 звук у них идет как бы вот кабель вот такой вот в колонку вставляется в сап но он с усилителем и идет в компьютер и он мне неоднократно рвался потому что тот изначально тонкий был я купил из китая ну сто лет назад не помню года четыре или пять назад и он тоже уже ладаном дышит короче у него погнулся даже три с половиной его выпрямил и там контакт начал теряться разбирать его и перепаивать то есть это один одно движение системника и все он рвется смысла я в этом не вижу поэтому я мучился звук у меня там на одну колонку был когда видео редактировал вот я заказался сразу два и буду как-то вот с этим делом бороться переделать ну как бы вы поняли да этот преобразователь ржавчины в основном я купил для машины вот заодно вот у меня остатки железа которые остались лежат буду тоже тестировать так скажем вот винтики у меня уже гнилые вот ржавые короче ребят такую вещь скажу вот до этого лета с машиной не было вообще никаких проблем зимой у этой я почти не ездил у нас сыпали по ходу реагенты вместо того чтобы выбирать снег выгребать его из города когда сугробы у меня были выше забора выше двух метров до во дворе эти паразиты но я не знаю как по-другому их назвать сыпали до хрена реагентов толком не убирали снег они просто его сваливали к обочине и у меня машины в этом году я каждый год меня колеса каждый год где-то подкрашиваю где-то еще что-то в этом году кобздец работы тут прям реально надо тачку загонять на подъемник блин и всю ее заново обрабатывать она не гнила у меня вообще вот ей уже восьмой год идет тачка блед в идеальном состоянии было до этого года на дверь на дверях даже ржа появилась блин до этого ее не было просто ну тоже вот у меня есть такая фишка там с бамперами тоже надо ролик снять как их клеить короче а пробил в этом году представьте стойку с той стороны на яме у нас же ямы заделывают в городе вообще зашибись прям со всех сторон заделывают ямы короче знаете даже не вот такой глубины я не знаю сантиметров по 30 просто была вода и туда мне колесо вот это ушло а когда вылазила подпрыгивала короче пробила стойку ту а здесь у меня выбила как он называется то не прокладка называется а проставка жесть проставку выдавил то есть колесо отработала в проставку долбанулась и шарик аж выбила под пружин я вообще в шоке ну тут у меня колеса лежат рядом с мусором тоже все диски поржавели тоже надо будет в этом году покрасить восстановить это еще что вот это еще хорошее колесо вроде смотрите изнутри чего колесам 8 лет это ужас просто ужас вот еще два колеса вот эти получше нет вру вот это вообще капец тоже вот преобразователь ржавчины конечно один баллончик я взял наверное его не хватит ну да ладно для начала все сойдет вот тут с мопедом немножко занялся тоже маленько так подкрасил его сверху хоть вид появился и помните показывал как-то такие бутылочки с красочкой с кисточкой вот именно для того чтобы какой-то мелкий ремонт сделать классная вещь взялся тогда красной зимой заказал покрасил золотой цвет диски на грунт покрасил краской здесь грунт сначала идет он высыхался часов 4 как написано плюс запас плюс час и потом сверху еще подкрасил лучики колесо тихая с подшипниками все в порядке с этой стороны вот так вот так что вот кому интересно следите за продолжениями кому интересно ссылки на вот эту штуку в новосибирске я дам в принципе вот эту всю херню я там покупал ну кому интересно на резера которые мне наконец-таки пришли еще самое смешное эти резера я заказывал без ускоренной доставки а еще я заказывал комплект 5 и 2 6 версии и еще такие же пять с ускоренной из ускоренной блин до сих пор еще в пути непонятно где и самое смешное трек у них был трек светился до границы а когда они пришли в новосиб и по россии гуляли они уже были блин без трека представьте я вообще в шоке так вот непонятно за что деньги платишь а у нас эти сейчас продают по 700 800 тысячу рублей резера я брал по 250 сейчас они конечно там из-за курса доллара побольше стоят но смысл понятен в общем вот такой от ролик это все всем удачи всем пока что